Мы решили спросить у Ольги Романовой, глава фонда «Русь сидящая», как контролируют в России таких людей, когда они оказываются на свободе спустя, например, вот как зеленоградский маньяк спустя 22 года заключения, причем половину сроков в одиночке. Оль, здрасте. Доброе утро. Вы знаете, я, конечно, очень внимательно слежу за этой историей, и меня поразило, что в колонии последние 9 месяцев Юрий Грыценко наблюдает специальная психиатрическая комиссия, и у меня, конечно, встает вопрос, и, ну и, и что? И что должна решить эта специальная психиатрическая комиссия? По идее, она ничего не решит. То есть мы бы, наверное, ожидали бы, что эта комиссия каким-то образом решит, что Юрий Грыценко должен отправиться в специальное психиатрическое заведение, но это вряд ли. Я таких случаев не помню, чтобы это было сделано сразу из зоны. И если это, может быть, и будет сделано, то тогда, когда Грыценко вернется, так сказать, по месту прописки и устроит скандал или на кого-нибудь нападет, вот тогда, наверное, да. Вот убьют, тогда придете, что он уже делал как минимум пять раз. У нас в пять раз с 2013 года, это вчерашнее было исследование агентства, увеличилось число предудительного психиатрического лечения для политически мотивированных дел. Вот это, пожалуйста. Вот это вот ради бога. 55 человек сейчас. 55 человек, у которых есть приговоры политически мотивированные, приговоры к принудительному лечению. А вот это нет, это будет разгуливать. Конечно, у него будет надзор, специальный надзор, то есть он будет отмечаться, наверное, раз в месяц, должен быть дома с 10 вечера до 6 утра, при условии, если у него есть дом. Я, например, сильно сомневаюсь, что у него есть дом. У него была семья, двое детей, он был женат, но это было очень давно все. Я не знаю, есть ли ему куда идти. И каким образом будет контролироваться жизнь бездомного человека, у которого есть тяжелый, судя по всему, какой-то психиатрический диагноз, которого так никто не поставил. И, несмотря на то, что он на зоне кидался на заключенных, действительно, его в карцере держали, у него неадекватное поведение было и там тоже, мне кажется, что эта экспертиза могла бы уже что-то сделать. Но пока мы ничего об этом не знаем, ничего не слышим. И, наверное, ему в июне выдадут 700 рублей на дорогу и раскроют двери колонии ИК-10 в Мордовии. И дальше он поедет, куда глаза глядят. А что, вот эта вот необходимость отмечаться и спать дома с 10 до 6 вечера, она каким-то образом может ограничить функционал маньяка на свободе? И таким образом действует надзор. Собственно, надзор – это вещь достаточно формальная. Надо, чтобы человек отмечался, надо, чтобы он был с 10 до 6 утра дома и был в своем регионе по месту прописки. Но прописка у него зеленоградская, да, где-то в Зеленограде он и будет. Это очень близко к Москве, большой населенный город, да, это часть мегаполиса. А как вы оцениваете его перспективы, ну, например, отправиться на войну? Если ему некуда идти, и путь, в общем, уже дорожечка протаренная. Берут ли вообще маньяков на войну? Еще как берут. 39 лет ему было в момент посадки. Сейчас ему за 60, да. Сейчас ему за 60, поэтому вряд ли его возьмут. То есть его могли бы взять еще хотя бы лет 5 назад. Сейчас уже нет. Я думаю, он сам бы с удовольствием отправился, потому что для него это выход. Но уже нет, уже нет. Я хочу сказать, что здесь, в Германии, есть такая оживленная дискуссия тюремная. Здесь эта проблема решается. Она решается, правда, в каждой земле по-своему. Вот в Бернинской тюрьме Тегель, она очень строгая. Она строгая, там сидят каннибалы, там сидят серийные убийцы, там сидят маньяки. Там нормально все. Несколько лет назад, а я очень давно туда хожу, очень давно с этой тюрьмой знакома, несколько лет назад построили, я бы сказала так, между мирами. Не на самой территории, но как бы и не в городе. Построили такой большой красивый белый дом, такой очень похожий на санаторий ЦК КПСС в исполнении, я не знаю, там Форстера, например. Там что-нибудь, такое красивое здание. Я как спросила, что это такое тут у вас понастроили, вот тюремщики очень мялись, очень не хотели отвечать. Говорят, ну понимаешь, это здесь вот у нас постпенциарная реабилитация. Я говорю, что тут у вас? Говорят, ну это постпенциарная реабилитация. Значит, это дом, где квартира, несколько десятков квартир, 40-метровых, это то, что называется полуторка, с кухней, с холодильником, они там полностью всем оборудованы. Значит, это вот маньяки, у которых кончился срок. Вот он кончился. Срок кончился, его надо выпускать из тюрьмы. А начальник тюрьмы говорит, слушайте, я на себя ответственность не могу взять, что он сейчас вот не выйдет в город, он не выйдет на свободу и не будет опять насиловать детей. Я вот не уверена. Вот давайте собирать комиссию психиатрическую, давайте то, давайте сё, давайте посмотрим. А судить-то его не за что, у нас сидел он чистый. И вот это время, пока все решают, что с ним такое делать, он живёт в этом доме, может там жить годами. Его выпускают, его выпускают вполне себе на улицу погулять. Но он это делает под надзором. То есть он точно там должен ночевать, у него есть какая-то работа, которая либо к нему приходит на дом, либо он куда-то идёт опять же под надзором. Вот вроде срок кончился, то есть судить его не за что. Но в то же время на волю нет. На волю нет. Это, конечно, ну такое, собственно, почему тюремщики об этом не очень любят говорить, потому что это не очень-то правозащитненько, прям скажем. Но это, по крайней мере, ну какой-то выход. Да, дальше нужно дискутировать. Как он будет постепенно возвращаться в общество, как он пойдёт на поруки с тюремных там в общественные, как будут заниматься разнообразные НКО, как он будет на учёте стоять там, я не знаю, в домкоме, в полиции, в месткоме и так далее. Это уже такая тема передачи. Но, по крайней мере, по крайней мере, хотя бы один плюс, хотя бы предположительный минус, но плюс то, что общество чувствует себя в безопасности. А здесь, конечно, с линоградским баньяком не богу свечка, не чёрт, а кочерга. И общество будет себя чувствовать незащищённым. И, собственно, и права людей вокруг очень сильно попираются. И в то же время вот выходит маньяк, у которого нет жилья. И его куда деваться-то? Может, в следующий раз он поймёт, что он жрать захочет. Знаете, Ольга, извините, а меня ещё, знаете, что поразило? Что он бывший милиционер. И это единственный маньяк, кстати, бывших милиционеров. Я не знаю, как в действующих милиционерах происходит, но есть несколько громких историй, когда именно маньяками становились люди, которые проходили до этого. Все, казалось бы, отборы в силовые вот эти правоохранительные органы. Там же должны быть какие-то тесты, я не знаю. Берут не всех. И вот бывший милиционер и такая история. Ну, у нас всё-таки с бывшими милиционерами есть довольно много таких историй. Вспомним расстрел милиционера Евсюкова. Да, он сейчас сидит пожизненно. Покупателей в универмаге тоже два десятка лет назад. В общем, ну и ангарский маньяк. Ангарский маньяк, вот я вспомнила тоже. Конечно, ангарский маньяк, он тоже был милиционером. Ну, собственно, если ты считаешь, что это совершенно нормально, пытать задержанных в полиции по месту работы, то ты потом точно так же, естественно, принимаешь это всё и дальше. Это то же самое в ОФСИН. Если пытки — часть твоей работы, то кто сказал, что ты так не действуешь, по крайней мере, в семье?